Здравствуйте, уважаемые читатели! Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает книжный обзор. Книги о семье и о семейных ценностях, в которых основным сюжетом являются семейные перипетии, верность традициям и умение находить выход, порой даже в самой безвыходной ситуации. «Желтухи» – первая книга трилогии Дены Рубиной «Русская канарейка», красочной, бурной и многоликой семейной саги, кипучие, несбывно музыкальное одесское семейство и алма-атинская семья скрытых молчаливых странников. На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода, блистательные маэстро Кеннери Желтухин и его потомки. На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе последний по времени Этингер, которому готова поразительная, а временами и подозрительная судьба. «Лестница Якова» – это роман-притчи, причудливая, разветвленная семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа – параллельность судьбы Якова Осетского, человека-книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы – театрального художника, личности, своевольной и деятельной. Их знакомство состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу. Джоджо Моис «Счастливые шаги под дождем» Незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, связанных нерасторжимыми узами. Отношения между Джо и Кейт, матерью и дочерью, далеки от идеала. И Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, бежит листом, поклявшись себе, что если у нее когда-нибудь будет дочь, уж она Кейт станет ей лучшей подругой, и они никогда не разлучатся. Но история повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой. Она с презрением относится к своей матери из-за череды любовных неудач Кейт. И вот обстоятельства складываются так, что Сабина приезжает к своей бабушке Джой. Джой, никогда не видевшая внучку, поначалу безмерно рада ее приезду, но между ними слишком мало общего. И вот уже возникает конфликт, который только усиливается, когда в доме появляется Кейт, и на свет вылезают старые, казалось, давно похороненные семейные тайны. Смогут ли героини залечить душевные раны? Смогут ли снова поверить в любовь? «Замок из стекла» Джанет Олс. Автор книги пишет о себе, вскрывая гнойники из прошлого. Ее детство не было счастливым. Шокирующие методы воспитания, которые практиковали ее родители, оставили следы на всю жизнь. Джанет тщательно скрывала тайны своего детства, пока не поняла, что не сможет жить нормальной жизнью, не рассказав об этом. Итогом стала книга, установившая рекорд популярности в Америке, 250 недель в списке бестселлеров. Этим романом зачитывались еще наши бабушки. Знакомая неодному поколению история семьи Клири – это классика, к которой хочется возвращаться. Мэгги Клири – единственная дочь в семье, где мать слишком разочарована в жизни и занята собой, а отец и братья заняты материальным благосостоянием их семейства. И ни у кого нет времени на маленькую девочку, которая так отчаянно ищет свое место среди огромного числа окружающих ее родственников. Драма описывает историю в семи Джордах с конца Второй мировой войны до середины 60-х годов, в том числе и сестры и двух братьев с разной судьбой, богатого и успешного Руди и бедняка Тома. Руди был вечным любимчиком в семье и в школе, получал всегда великолепные оценки, и ему удалось добиться в жизни немалого успеха. Его брата Тома, вечного задиру и хулигана, родители не особо жаловали. После смерти отца их пути расходятся. Руди начал свое восхождение в бизнесе и политике, в то время как Том начинает карьеру профессионального боксера, взорегшись ни за что не позволить своему сыну повторить его судьбу. Трилогия «Московская сага» была написана писателем в начале 90-х годов и экранизирована в 2004-м. Серию книг составили романы «Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир». Их действия охватывают едва ли не самый страшный период в российской истории XX века, с начала 20-х до начала 50-х годов. Семья Градовых, три поколения русских интеллигентов, проходит все круги ада сталинской эпохи. Коллективизацию, лагеря, войну с фашизмом и послевоенной репрессией. Художественная литература порой способна ответить на самые сложные вопросы о любви, семье, родителях и детях. Ведь авторы в своем творчестве опирались не только на новые, старые теории психологов и педагогов, но и на свой пережитый и осмысленный опыт. Субтитры создавал DimaTorzok